Стремление к абсолюту Стоит из трех частей – картины 60-х, 70-х, период второго авангарда. Они передают дух революционного настроения маэстро. Принятие реальности в 80-е – самая маленькая по объему коллекция, но не менее значимая. И период австрийской выставки – шедевры уже нового тысячелетия. Здесь представлены работы из цикла «Реинкарнация». У винтусов была вера, так сказать, в то, что душа переселяется в разные тела. А для меня все жизни любого живого существа – это мои жизни. Григорий взял кисть в руки еще мальчиком и с тех пор с ней не расстается. И чем старше он становится, тем сложнее для него каждая работа. Казалось бы, должно было бы быть наоборот. Владеешь мастерством, и поэтому можно быстрее делать. Нет, как говорится, нет предела совершенства. Начинаешь себя мучить все время, как-то хочется доделать. За плечами – художественное училище и театрально-художественный институт. Магия произведений Нестерова объединяет ценителей живописи по всему миру. Сегодня в нескольких музеях за океаном именно его работы представляют нашу страну. Одной из них собралась, в общем-то, очередь. Работы были туманные, еще более туманные, чем они у меня сейчас. Но на людей почему-то это подействовало очень сильно. Какие-то люди даже плакали. Была какая-то такая сгущенная атмосфера. Группа медиков отсняла ряд работ. Им казалось, что можно лечить больных, страдающих депрессией. Моими работами. Творческое объединение «Артель», основателем которого является Григорий, и уже несколько лет собирает поклонников творчества белорусских виртуозов-живописцев. У нас появился успех сразу же с первой же выставки. Каждый год мы делаем не так много. Но наша выставка привлекает людей, любящих искусство. С золотой кистью Беларуси Григорием Нестеровым вас познакомили Вероника Алешина, Антон Червяков и Львмила Дабкюна. Специально для студии «Хорошего настроения». Редактор субтитров А.Семкин